Друзья мои, всем привет! Я сегодня в Винни-Кло. На удивление мне дали большой пример, но без того, что я даже об этом просила. Случаются чудеса, и на удивление здесь светло. В прошлый раз я снимала, здесь просто была тьма египетская. По-моему, ничего не было видно. Я старалась в одно зеркало, в другое. Зеркало вроде помыли, или что? Нет, мне кажется. Но шум по-прежнему шумит. И я сегодня, значит, тематическая примерка у нас в Винни-Кло. Джей Дабл Эндерсон, это коллаборация, или коллекция Винни-Кло, которую, по-моему, они каждый год выпускают. И здесь у них Винни-Кло Ю, Джей Дабл Эндерсон, еще несколько таких на слуху имен. И вот, значит, я набрела сегодня в магазине. Я видела их, собственно говоря, рекламу в инстаграме. И там, значит, они рекламировали, что у них вот появилась эта коллекция. Ну, в том магазине, в котором я хожу, тут прям считанные вещи, все разметается моментально. Вот я принесла, вот я видела, например, рекламу этих свитеров с белочками. Ну, это, видимо, такое уже новогоднее эдишн, что называется. Они серые, вот такие розовые. Но серый был только смол. То есть вот буквально считанные вещи. И вот, поэтому я пришла посмотреть, что у них есть. И давайте будем примерять. А на мне, значит, все тоже пальто. Я очень его люблю. Собственно говоря, оно просто висит ближе в шкафу. Поэтому я его сейчас ношу. И на мне, значит, юбка помялась, потому что я целый день сидела на работе в офисе. И вот такой свитерок. Причем, представляете, он с таким вот коротеньким рукавчиком. А у нас вдруг пошел снег. И стало так холодно. И вчера еще там был где-то, не знаю, 10-12 градусов. Сегодня ноль. Снег валит. В общем, короче, я приперлась на работу. Вот такая в демосезонном пальчишке. Свитерок с коротеньким рукавом. А, и украшение, кстати, я вам показывала в своих украшениях из Аары. Вот такой вот кулон. Ой, растягнулся. Вот целый день сидела, не расстегивалась. Я пришла делать примерку. Вот так вот он выглядит. Вот такой прикольный кулочек. Я вам показывала, вы видели его. Все, давайте примерять. Значит, не пугайтесь. Я обязательно примерю этот свитер. Я просто... На мне топ мой. Я хотела показать вам эту юбку без свитера. Потому что, когда я сверху сейчас надену свитер, то получится, что я юбку всю прикрою. Ну, чтобы не стоять так совсем неглиже, я свитерок так накинула сверху на себя. Значит, смотрите. Юбка очень неплохая. Это такая плащевка. Это такая мода 80-х, по-моему. Я помню в моей далекой молодости мы носили такие фасоны. Это размер мидиум. Я ожидала, что он мне будет маловат. Но он мне просто абсолютно идеально сел. Здесь вот карманчики. Просто потому что ларч не было. Был бы ларч, я бы обязательно принесла ларч. Но поскольку ларч не был, я принесла мидиум. И я вам должна сказать, что сидит она неплохо. Что там сзади? Нормально все, да? Там резинка сзади на поясе, на талии. Может быть, еще и поэтому она так неплохо села. Значит, юбка очень классная. Серьезно мне нравится. И прям реально напоминает мою молодость. Просто у нее, значит, пояс сзади резинка. Здесь замок, карманы. Здесь такие вот пуговички. Складка вот такая вот встроенная. Вот. Ну и вот такая вот фасончик. Такой юбчонки. Очень даже ничего такого симпатичного, мне кажется. Так, я решила померить юбку с этим свитером. У меня два свитера. Вот этот розовый и вот этот вот синий. Сейчас я вам про него расскажу. Значит, их есть свитера вот такого цвета. Поближе сниму, чтобы было видно расцветку. И вот такого цвета есть свитера. Такой меланжик. И вот это вот на самом деле не свитер, а длинное платье. Которое я тоже примерю. И есть платье такого же синего цвета вот этого фасона. И есть свитера такого же цвета, как вот это вот бежевое платье. Значит, свитер. Вот он длина у него вот такая. Я вам показываю. Это размер медиум. Рукава, как всегда, мне очень длинная. Значит, у него вот здесь фонд и манжет. Синего цвета. А сам вот такой меланж. Синий. Видите, какой синий. Синебордовый, что ли, да? Короче, я сейчас вот так вот подниму, чтобы с юбкой выглядело лучше. Видите, его можно вот так вот поднять, сделать покороче. А можно опустить. Ну, с этой юбкой, мне кажется, что лучше вот в таком варианте, когда он как бы немножко как будто бы с запасом. Если честно, мне можно было бы и смол. Я не знаю их размеров, поэтому я на всякий случай взяла медиум. Хотя, вот видите, юбка медиум мне хорошо, а свитер можно было бы и поменьше. Ну, в принципе, он такой довольно огромный. Состав не знаю, сейчас посмотрю, цену не знаю, посмотрю. Не думаю, что здесь много шерсти какой-то. Думаю, что, может быть, есть там процентов 8 в лучшем случае. Вот, потому что у них особенно нету много шерсти в этих свитерах. Но мне, кстати, нравится юбка, эти кармалы, она все, она такая стильная. Стильная, интересно, есть ли другие цвета в магазине нет. В магазине был только вот этот цвет. Может быть, есть на онлайн, я потом посмотрю, может быть, есть еще другие цвета. И вот так вот сапога с высокими, с колбочками черными. Даже нужно и зимой вполне ходить. Я вот совсем в тонкой юбке пришла сегодня, а у нас нет. Так вот, это даже теплее, чем та, в которой я пришла. Так, значит, в составе этого свитера 7% шерсти. Все остальное, видите, акрил, найлон, спандекс и так далее. Стоит он 60 долларов. Ну, это, в принципе, сейчас стандартная цена для Никло. Ничего особо такого нет в нем. Ну, как бы просто вот эта вот линейка JW Андерсон, которая считается, ну, типа, какая-то отличающаяся от их обычного ассортимента. Вот это его номера. Да, значит, что в нем еще, что я вам не показала. Сзади у него вот такая вот вышивка JW Андерсон. И, как я уже сказала, есть они двух цветов. Всягласы еще в магазине. Такой цвет и такой цвет. Я, мне больше нравится вот этот цвет, но я просто такой платье принесла. В этом свитере я принесла другого цвета. Юмка сделана из стопрозанного хлопка. Вот это вот полиэстер и хлопок, это карманы, ну, подкладка в карманах. А так она вся хлопковая. Ну, понятно, площадка 80 долларов она стоит. Ну, так, в принципе, недешево, недорого. Такие сейчас цены. Вот видите, у него сзади резиночка. Здесь такие выточки сделаны. Шов сзади, сшит аккуратненько. Очень симпатично, хорошо. Здесь карманчики, как я вам уже и показывала. В боках вшитые пуговицы. Что еще? Показать вам номера для тех, кто может заказать. Вот видите, вот такие номера. И размер медиум. Мне вполне нормально. Мне больше даже, ну, можно ларить, но в принципе, медиум тоже неплохо. Так, у меня такой комплект. Жакет и джинсы. Джинсы прям реально классные. Жакет тоже неплохой. Видите, у него на пуговичках написано G.W. Андерсон, по-моему. Да, G.W.A. И вот такой вот он. Вот такой вот он жакетик. Простой, немножко приталенный. Такой немножко старомодный, но классный. И очень классные джинсы. Я прям, честно говоря, мне так нравится. Я не видела себя сзади. Я обязательно посмотрю. Но мне очень нравится вот этот вот набор. Смотрите, как классно выглядят эти джинсы. Они такие, меры широкие. Длина просто идеальная на мой рост. И они синие. Есть вот такие вот черные. У них высокая посадка. Сейчас я вам покажу. Ладно, сниму жакет, чтобы вам было лучше видно. И сниму себя сзади. Очень трудно. На черные джинсы очень трудно покатывать. Потому что они прям реально сливаются. Но я вам хочу сказать, что они просто супер. Просто супер классные. И с такой хорошей тканью. Такой хороший кровь. Я вообще заметила, что мне очень подходят джинсы. Юникло. Я никогда не покупала. Но каждый раз, когда я примеряю джинсы, они мне очень на мне неплохо сидят. Смотрите, какие они классные. Просто супер. Я сейчас жакет сниму, наверное. Так, давайте я вам их покажу. Тут все эти этикетки. Посмотрите, как они шикарно сидят. Это 31 размер. 31 по талии. Прям шикарно сели. Я сейчас себя еще сзади попробую заснять. У них такие большие карманы. Они делают очень плоскую попу. В моем случае это хорошо. Ну, в смысле. Мне ее можно немножко приглушить, так скажем. Ой, я все-таки разделась. Все-таки так не хотела раздеваться. Но увлеклась джинсами и забыла, что на мне сверху ничего нет. Сейчас попробую сзади себя снять. Черный джинс. Тем неудобно показывать. Хотела взять синий, но не было моего размера. Синий тоже очень красивый цвет. Я, может быть, сниму потом. Вставлю вам картинку. Очень джинсы темные. Плохо видно. И волосы мои мешают. Плохо видно, как они сидят. Но, по-моему, ничего. Сама не вижу, если честно. Такой смешной немного детский святой рук с белочками. Все-таки это такая рождественская, я думаю, тема. Больше такая новогодняя рождественская. У нас так точно. Вот. И я, по-моему, это размер смол. А может быть, в видеом. Нет, я не помню. Но видите, мне кажется, он как-то поменьше. Вот этот синий был такой поширше, посвободнее. А этот такой более воплекон. Но с джинсами вместе, мне кажется, что совсем неплохо. Все пытаюсь себя сзади заснять. Все у меня не получается. В общем, короче, классные джинсы. Мне прям они очень нравятся. Они, по-моему, стоят 70 долларов. Немножко много. Ну, для джинсов, как бы. Может быть, сегодня потом вытянутся на селу. Но, наверное, они будут размеров. Джинсов у меня много, но мне не надо. Но просто эти реально, реально, такие, знаете, они такие широкие. Свободные, просторные. И прям реально хорошо сели. Просто еще раз решила вам заснять этот жакет. Потому что, мне кажется, все как-то мельком показало. Больше обратила внимание на джинсы. На жакет меньше. В общем, он мне нравится. Очень мне нравится. У него, знаете, он не оверсайз. У него хорошие плечики. Хороший такой, хорошо прилегает. Хорошая длина прикрывает все, что нужно прикрыть. И, в принципе, он не очень широкий, не очень узкий. Знаете, не узенький, как было модно 20 лет назад. А узенький, как модно сейчас. Ну, такой классический пинжачок. В общем, я вам уже показывала. Просто я еще раз решила вам показать. Здесь пуговицы очень симпатичные. Так, состав у нас. Значит, в жакете есть 15% шерсти. Все остальное синтетика. И подкладка 100% полиэстер. Вот его номер. И стоит он 130 долларов. Размер medium. Я примеряла. Ну, вот. С интересного пуговицы. Но, я вам хочу сказать. Помните, я в Banana Republic примеряла 100% шерстяной жакет. Он стоил там 200 с чем-то. Ну, долларов на 100 дороже, чем этот, наверное. Можно подумать, стоит ли брать за 130 долларов 15% шерсть. Или взять, можно найти 100% шерсть за, по-моему, 200 с чем-то он стоил на сейле. В принципе, 260, по-моему. Ну, то есть, больше, чем 100 долларов разница, конечно. Ну, это, конечно, вопрос дилеммы. Ну, видите, на него, конечно, все цепляется, потому что ткань такая в рубчик. Но на нее очень все цепляется. Он тут висит вместе со свитерами. И вот прям близко, когда подносишь, то видно, что он весь в этих ниточках. Смотрите, джинсы стоят 70 долларов. Вот их номер. Например, это 31 размер. 31 inch, 68,5 сантиметра. В принципе, это мой размер. 30-31 я так и ношу. Цвет такой, знаете, черный, но он немножко синевой такой отливает. Чуть-чуть. Или мне кажется, чуть-чуть синевой. Хорошо сделаны они. Видите, сзади такая красивая, красивая лейбла. Все такие гербы, герба. И вот здесь ЧВА, ЧВА. И видите, как они интересно сделаны. У них вот здесь вот выточки. Большие такие карманы. И они довольно-таки широкие вот в ногах. Вот тут вот. Довольно широкие. Вот эти карманы и вот такая выточка, на мой взгляд, уменьшают большую попу. Выпуклую большую попу. Ну, то есть выпуклая большая попа – это хорошо. Но когда она слишком большая, выпуклая, то, мне кажется, вот такие джинсы – это находка. Я давно заметила, что большие карманы делают попу меньше. Маленькие карманы делают большую попу больше. А большие карманы делают попу меньше. Боже мой, целый трактат по поводу карманов и попы. Ну, я как человек-обладатель большой попы, я как бы обращаю это внимание. И всегда, значит, поскольку я всегда стараюсь ее как-то ужать, то я, ну, мужская специальность в этом вопросе. Очень неплохое платье. Прямо реально неплохое. Повторюсь, оно есть в этом цвете и вот в этом цвете, вот таком же, как этот свитер. Это размер medium. Значит, у них размеры такие побольше, чем. Потому что мне прям вот эти трикотажные платья, все абсолютно нужны ларч. Я вам хочу сказать, что оно прям так на мне хорошо село. Как редко на мне садятся трикотажные платья. Мне вообще трикотаж категорически запрещено носить. В силу особенностей живота, там, всего вот этого. А это прямо тетюка в тетюку. При этом оно medium. Представляете, это даже не ларч. А даже medium. И цвет такой приятный. Беленькое вот это все здесь. Конечно, паечка цеводит. На грязную шею грязные руки. Шутка. Вот. Но, в принципе, смотрите, хорошее платье. Классно. Мне прям очень нравится. С опалышками высокенькими. Прям так. Прикольно. Классно. Так, стоит там и 70 долларов. Размер medium. Вот его номер. И состав у нас у него тоже 7% шерсти. Такой же, как в свитере. Вот. Ну, вот. Такое на ощупь приятное. Неплохое платье. Знаете, у него очень хороший такой фасон. Потому что у меня такая фигура, что мне нужно, чтобы не выделялся живот. И попа сзади. Спереди живот. Я вас со своей пупой достала сегодня. Это у меня все вокруг. Что я хотел сказать? А, мне нужно, чтобы оно было реально широкое. Вот трикотажное вязаное платье. Для того, чтобы ничего не выделялось у меня в нем. Мне нужно, чтобы оно было прям реально большое. А это, вроде бы, и не очень-то широкое, понимаете, ширину. Вот так, да? Но при этом оно как-то так аккуратненько сделано. И длина и ширина так аккуратненько сделано, что, в принципе, у него вот все на месте. Как бы и длина, и шире оно хорошо. И ничего не торчит, что не нужно. Ну, и вот эти вот манжетики такие, знаете, беленькие. Немножко делают такую отделочку симпатичную, с красивым украшением. В общем, можно очень даже вполне неплохо. Что же, друзья мои, вот такие у нас сегодня были примерки. Мне понравилось практически все. За исключением, может быть, ну, вот этот синий свитер, он, ну, просто какой-то вот никакой. А платье симпатичное такое же. И вот этот с белочками, ну, это такая спорная тема, знаете. Если кому-то это нравится, кто-то такой любит, прикалывается к Новому году. Такой, знаете, немножко детский свитеровка, с детского утренника. Но я хочу сказать, что есть такой же серый. И он выглядит не так по-детски, потому что розовый, конечно, еще и белочки тут, да. Юбка хорошая, джинсы хорошие, жакет хороший. Короче, неплохие вещи. Мои рекомендации, кому нужно. Номера я вам показывала. Кого сегодня клон, кто может заказывать. Вполне, вполне можете попробовать совсем неплохие вещи. Все. С вами Владита. Всех у меня целую. Пока-пока-пока.